Привет! Вы ждали? Вот оно! Настало время для комплексного видео о хип-хопе. На самом деле, один из самых неоднозначных жанров, если подумать. Хотя бы потому, что музыка здесь, в плане мелодики, отходит на второй план. И потому, что этот жанр проделал уникальный путь от глубокого локального андерграунд-движения до доминирующего жанра современности. Так что и мы, давайте отправимся в путь от улиц гетто до топов чартов. И постараемся понять, почему эта музыка так зашла многим, чем олдскул хип-хоп лучше, чем нью-скул, и как сегодня можно стать успешным ММС. Но для того, чтобы максимально полно раскрыть эту тему, видео будет разделено на две части. Сегодня в первой части поговорим о зарождении хип-хопа, а во второй части о становлении и развитии уже состоявшегося жанра. Два видео между собой будут взаимосвязаны, но при этом самостоятельные, как сезоны сериала. Но рекомендую, конечно, смотреть оба видео, а также подписываться на канал, не забывать ставить лайки и нажимайте на колокольчик, тогда вы точно не пропустите все самое интересное. Второе видео совсем скоро. А пока настраиваемся на кочевый бит и let's get it! Вы можете всей душой любить хип-хоп, вы можете не переносить этот жанр, вы можете противопоставлять ему свои музыкальные предпочтения. Ну, классика же рэп, рок. И это, кстати, зря, ведь между хип-хопом и роком намного больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Об этом немножечко позже. Но факт остается фактом. Хип-хоп – это больше, чем просто музыкальный жанр. Это настоящий культурный феномен, своя субкультура, со своей философией. Так что нам есть в чем разобраться. В лучших традициях начнем с истоков. Но на этот раз не просто с истории жанра, а с исторических фактов в масштабах целой страны. Ведь на самом деле это очень важно, ведь музыка напрямую отражает реальность, в которой творит артист. Итак, что из себя представляли Штаты в конце 19-го, в начале 20-го веков? Столетие торговли африканцами. Война между аграрным рабовладельческим югом и промышленным севером. Позже принятие 13-й поправки к американской конституции, запрещающей рабство. Все это видоизменило укорененный годами уклад жизни, в особенности в южных штатах. Но на смену открытой работорговли пришла другая форма порабощения – расовая сегрегация. Да, и черные, и белые стали равными, но весьма условно. Отдельные школы, отдельные районы проживания, туалеты, кафе, бары, определенные места в общественном транспорте и так далее. Чувствуя себя второсортными людьми, которых на вполне законных основаниях можно было открыто угнетать, чернокожее население штатов не захотело мириться с таким раскладом. Начались страйки, протестные движения. В итоге постепенно в прошлое ушли все социальные запреты, в том числе и на межрасовые браки. Но вплоть до 70-х, 80-х годов 20-го века ситуация оставалась достаточно напряженной. И то и дело вспыхивали расовые конфликты, и так или иначе, права афроамериканцев были куда более скромными, чем у белого населения. И хоть ситуация с неравенством постепенно выровнялась, в черных районах все так же процветали криминал, насилие, бедность и наркоторговля. Почему история имеет такое значение в контексте хип-хопа? Да потому что жанр зародился на улицах гетто, впитав в себя культурное наследие цветного населения, ритмику латинских стран и социальные и экономические проблемы жителей неблагополучных районов. И чтобы получить полный бэкграунд и со спокойной душой двигаться дальше, давайте проследим истоки хип-хопа. Кстати, первые пати на районе устраивались под фанк, а потому самое время проследить, есть ли у хип-хопа и рока общие корни. Спойлер, есть. Постепенная коммерциализация популярного R&B породила новый жанр – фанк. Утяжеленный соул, новая афроамериканская музыка с пульсирующей ритмикой и синкопированными партиями. Фанк-поющий бас, вот оно. Сложная джазовая гармония, но при этом, в отличие от бибопа, не перенасыщенная количеством аккордов. Позже приемы фанка начнут использоваться в рок-н-ролле, который станет толчком для развития рок-музыки. Все переплетено. Более детально о становлении рок-музыки мы обязательно поговорим в отдельном видео. Но важно, что именно фанк и его производные стали музыкой, на основе которой создавались первые диджей-миксы, которые впоследствии и станут основой хип-хопа. Вернемся на улицы Бронкса. Именно там, в начале 70-х, начала формироваться новая уличная культура. В этом маргинальном районе Нью-Йорка афроамериканская молодежь и дети мигрантов из стран Карибского бассейна Латинской Америки стали создавать свою музыку, свою атмосферу. Одной из самых значимых фигур того времени считается ямайский диджей Кул Херк. Более того, его называют отцом хип-хопа, приписывая ему звание основателя жанра. Клайв Кэмпл родился 16 апреля 1955 года в Хингстоне, Ямайка. В 1967 году его семья переехала в Бронкс, и помимо занятий баскетболом, Клайв вступил в команду молодых художников, ласково именующих себя экс-вандалами, которые украшали стены города граффити. Кстати, искусство граффити – один из столбов хип-хоп-культуры, и мы к этому еще вернемся. Тогда же он сменил свое мирское имя на стильное Кул Херк и чуть позже заинтересовался музыкой. Его вдохновлял знаменитый фанк-певец Джеймс Браун, вот тот самый, который I Feel Good. И именно его треки Кул Херк стал проигрывать на уличных дискотеках. Он быстро заметил, что больше всего публику разогревают определенные места в песнях, а потому принял верное решение – надо делать то, что нравится аудитории. Используя одновременно две пластинки, Кул Херк вручную прокручивал их на нужное место, включая самые сладкие части песен и самые кочевые сбивки. Кроме этого, он подогревал толпу, выкрикивая короткие фразы, поддерживая ритм и настроение публики. Вот и получилась формула нового жанра. Удлиненный инструментальный бит – бреки-скретчи – нужен для того, чтобы люди могли дольше танцевать – брейк-данс. Добавить сюда разогрев от MC – рэп, и вот уже заложен фундамент до культурной революции. Заброшенные постройки стали сценой. Пол, покрытый картоном, стал танцполом, а стены – полотном для художников. Вот они – четыре столпа хип-хоп-культуры – диджеин, эмсиин, брейк-данс и граффити. Все эти элементы стали формироваться задолго до 70-х, но именно все вместе и в новом переосмысленном виде они стали толчком для зарождения новой субкультуры. Свой стив диджеинга – перескакивание с брейка на брейк для того, чтобы увеличить качевый момент песни – Кул Хорг стал называть каруселью – the merry-go-rounds. Кстати, подобный прием использовался до этого в ямайской даб-музыке, так что все новое – это хорошо забытое старое. Вместе со своим другом Кок Ла Рок, который стал, по сути, первым МС, Кул Хорг взрывал районные дискотеки. Кстати, стиль подобных ритмичных и рифмованных фраз Кул Хорг также заимствовал из ямайской культуры. Ну а если копнуть совсем глубоко, то истоки рэпа можно найти в африканской культуре и даже в религиозных церемониях. Например, классический паттерн, который повсеместно будет применяться в батл-рэпе – call and response – это отголоски традиционных для африканской культуры словесных игр и обрядов. Так что шутки про маму тоже не на вы, серьезно. Но подобное исследование может растянуться на целую диссертацию, так что вернемся в Бронкс. Крестным же отцом хип-хопа называют диджея и продюсера Лэнса Тейлора, получившему известность под псевдонимом Африка Бамбаата. Как и полагалось приличному и неравнодушному сыну цветных мигрантов, молодой Лэнс вступил в банду. По сути, уличные банды на территории своих районов были законом и порядком, точнее криминалом и беспорядком. Свои правила, своя иерархия и цели. Вдохновленный Кул Хорком в 1977 году, Бамбаата стал MC и сформировал свою организацию Zoola Nation, задачей которой считал продвижение новой музыки и культуры, а также мира и единства. Кроме этого, целью организации было отвлечь внимание подростков от уличного криминала и направить их энергию в нужное русло, выйти из маргинальных банд и переключиться на новое искусство. Тексты первых рэперов были целиком сфокусированы на проблемах цветного населения, борьбе за гражданские права, экономических, социальных и политических трудностях. Это был голос борьбы за равенство. Вот она, социальная повестка. И вот причина того, почему видео началось с освещения жизненных реалий того периода. Хип-хоп — это не только про музыку. Лидеры движения не боялись поднимать острые вопросы и активно продвигали идеи толерантности. А в те годы эти вопросы имели совершенно другой окрас. В 1982 году Бамбаата выпустил свой громкий хит «Planet Rock». И это было совершенно другое. Хип-хоп на заре своего появления, как мы уже разобрались, представлял из себя фанковый бит с ритмичным текстом поверх, то есть трэпом. Бамбаата же в своем треке использовал сэмпл первопроходцев в жанре электронной музыки — группы Craftwork — и добился совершенно нового звучания. Более того, этот трек был смиксован не вручную, а на компьютере. Сейчас это воспринимается как само собой разумеющееся, но в начале 80-х «Planet Rock» стал первым коммерческим треком, сделанным полностью с помощью компьютера. И именно он запустил эру компьютерного сэмплирования. Так что все юные битмейкеры могут быть благодарны не только разработчикам ПО, но и Бамбаата за то, что запустил этот процесс. Еще одной культовой фигурой, стоявшей у истоков хип-хопа, стал Джозеф Садлер, а.к.а. DJ Grandmaster Flash. Именно он популяризировал и развил некоторые приемы диджеинга, такие как бэкспины, то есть прокрутка и скретчи. И тут не обойдется без исторической справки. Не надо было выдумывать велосипед, все уже было придумано до нас. Но мало иметь велосипед, надо еще уметь на нем ездить. Сейчас объясню. Так радиодиджеи, которые уже несколько десятилетий успешно вели эфиры, переключая песни, использовали похожие приемы. Несколько примеров. Работа современного диджея благодаря технологиям невероятно упростилась. Это неплохо, это просто факт. Сделать плавный переход между треками, уравнять их темп и тональность – это вопрос нажатия нескольких кнопок. А раньше все это надо было делать ручками, а потому мастерство диджея было не заслугой хорошего ПО, а долгими часами оттачивания скиллов. Как увидеть на пластинке место, на которое стоит перекрутить трек, чтобы переход был плавный и четкий? Грандмастер Flash смог правильно позаимствовать опыт радиодиджеев, а именно развести звук так, чтобы один канал шел слушателем, а другой был слышен только диджею. Кажется, что это мелочь, но это на самом деле основа диджеинга. Сейчас это в порядке вещей, тогда же это было прорывом, а потому вклад грандмастера в развитие жанра невозможно преувеличить. То же самое касается некоторых особых приемов. Маленькая ремарка. Честно говоря, однозначно и никого не обидев, раздать конкретным личностям лавры первенства не получится. Как и с любыми открытиями на самом деле. Просто в какой-то период наступает определенный момент, когда разные люди приходят к похожим выводам, и все вместе это дает действительно важный результат. Точно так же с развитием хип-хопа. Просто настало его время. Например, в начале 70-х скретчей изобрел молодой диджей из Нью-Йорка, Гранд Визар Теодор. А позже именно грандмастер Флэш вывел этот прием на новый уровень. Снова-таки, радио. Раньше звук прокрутки пластинки слышал только диджей в своих наушниках, а не аудитория. Позже этот технический баг стал фичей, и молодые диджей стали использовать специфический звук как фишку. Да, скретчи это целое искусство, и количество техник их исполнения больше, чем может показаться. Кстати, в это же время Африка Бомбаата, экспериментируя со звуком, тоже пришел к такому же открытию. Каждый вносил свою лепту в развитие жанра. Итак, Грандмастер Флэш одним из первых превратил диджейнг в перформанс, показывая настоящие трюки и мастерски управляя винилами. Созданная им в 1976 году группа Грандмастер Флэш и The Furious 5 стала одной из самых влиятельных в жанре. А выпущенная им в 1981 году песня The Adventures of Grandmaster Flesh and The Wheels of Steel просто аудио-энциклопедия разных диджейских приемов и техник. И, кстати, это первый коммерческий трек, записанный с использованием только проигрывателя. В 2007 году группа снова вошла в историю, став первой хип-хоп-группой, веденный в зал славы рок-н-ролла. С отцами-основателями разобрались. Итак, к концу 70-х хип-хоп стал отдельным сформировавшимся лайв-жанром. Да, эту музыку можно было услышать только живьем, и никто на тот момент не думал про запись альбомов или отдельных треков. Да и треки не носили коммерческий характер. Хип-хоп был больше про самовыражение и атмосферу, а не про деньги. Формула хита, запоминающаяся структура? Нет, это не про хип-хоп. Но все изменилось в 1979 году, и хотя до этого предпринимались какие-то попытки записей, но именно трек The Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, стал поворотным в истории. Самое интересное, что только на примере этого трека можно показать становление хип-хопа как мейнстрим-жанра. Конечно, можно пойти по простому пути и просто сказать, что Rapper's Delight заслуженно называют первой хип-хоп-песней, потому что именно с нее началось массовое увлечение жанром. Но мы же не ищем легких путей. Да и к тому же мы сегодня говорим об отцах хип-хопа, но ни слова не сказали про мать. А у жанра была полноценная семья. Так что же произошло? Сильвия Робинсон, американская R&B-певица и продюсер, со середины 50-х успешно строила сценическую карьеру со своим другом-гитаристом Никки Бейкером. Между прочим, музыкант включен в список ста величайших гитаристов всех времен, и именно ему приписывают наибольший вклад в превращение ритма и блюза в рок-н-ролл. В середине 60-х коллеги создали свой вполне успешный лейбл, а в начале 70-х Сильвия, будучи автором песен не только для себя, но и для других артистов, записала одну из своих песен на продажу, но потом решила самостоятельно ее исполнить и с новым хитом роскошно начала свою сольную карьеру. А в 1979 году Робинсон решила пойти еще дальше и основать уже свой собственный лейбл, став одной из первых женщин-директоров лейблов. Компания получила название в честь афроамериканского района на Манхэттене – Sugar Hill, и первым релизом на лейбле Sugar Hill Records стал исторический трек The Sugar Hill Gang Rapper's Delight. Та-дам! Именно она нашла молодых рэперов, готовых пойти на эксперимент и записать трек. Как бы странно сейчас это ни звучало, но найти артистов было непростой задачей, и более-менее известные, но все еще андерграунд рэперы отказывались от этой идеи, ведь считалось, что хип-хоп – это лайв-жанр, и многие полагали, что так это и должно оставаться. Возможно, впоследствии они очень об этом жалели. Так или иначе, это была непростая задача. Кстати, как гласит легенда, одного из участников трио Сильвия нашла в пиццерии. Ее сын услышал, как пиццамейкер читает рэпчик и предложил матери прослушать его. Думаю, это был очень счастливый день для обычного сотрудника фастфуда. Песня была записана в один тейк. Музыканты в течение 15 минут играли отрывок на основе популярной песни диско-фан-группы Chick – Good Times, а ребята из The Sugar Hill Gang читали поверх. Сильвия сконструировала песню, взяв хитовый бит и мелодию, и правильно распределила акценты. До этого хип-хоп треки звучали как фристайл и были далеки от структуры поп-песен. Но продюсерский талант Робинсон помогли совместить все воедино и создать настоящий хит. Трек стал первым ярким и официальным заявлением о рождении нового популярного жанра. Он включен в список 500 величайших песен по версии Rolling Stone в сотню важнейших американских музыкальных работ 20 века за свою культурную, историческую и эстетическую ценность, а также внесен в зал славы Грэмми. Еще один культовый трек от Grandmaster Flash and the Furious Five – The Message – будет записан позже, в 1982 году, на этой же студии и также спродюсирован Робинсон. Так что свое звание «Мать хип-хопа» Сильвия получила абсолютно заслуженно. Помимо всех регалий, историческая ценность трека на этом не заканчивается. Пока хип-хоп существовал в тени и как лайв-жанр, то, что диджеи для своих миксов используют чужие треки, а рэперы поверх них читают свой текст, никого не смущало. Но как только почувствовался сладкий запах денег, ситуация поменялась. Претензий за использование чужой музыки не обошли и Rapper's Delight. Раньше вопросы копирайтинга не контролировались так жестко. Это сейчас за использование 5-секундного отрывка песни YouTube снимает монетизацию. В те же времена с этим было проще. А потому многие хиты золотой эры хип-хопа, о которой мы подробно поговорим во второй части, были построены на сэмплах известных и не очень треков. Правда, это продлилось недолго. Правообладателям не понравилось, что на их музыке зарабатываются большие деньги, и они захотели забрать свой кусок пирога. Все это привело к ряду судебных разбирательств, в ходе которых были приняты законы, запрещающие бесконтрольное использование сэмплов. Например, во втором студийном альбоме Beastie Boys было использовано более 200 сэмплов. Звукозаписывающим компаниям было предложено убрать все заимствованные элементы из песен, но, естественно, это было не так просто и крайне дорого. И именно это подтолкнуло хип-хоп к поиску своего уникального звучания. Как результат, жанр утратил джазово-фанковый окрас, зато приобрел свой стиль. Конечно, сэмплирование используется по сей день, но гораздо чаще пишутся оригинальные биты. И еще один момент по поводу Rapper's Delight. По одной из версий считается, что именно этот трек дал название всему жанру. Можно долго спорить об этимологии терминов рэп, хип-хоп и так далее, ровно так же, как и определять первенство тех, кто впервые употребил эти новые понятия. Так или иначе, постепенно эти слова вошли в обиход о новом жанре и его исполнителях стали появляться первые статьи и репортажи в СМИ. О хип-хопе узнали за пределами цветных районов. Думаю, на этой позитивной ноте можно закончить первую часть. Дальше больше и еще интереснее. Поэтому подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, и тогда вы точно не пропустите вторую часть истории хип-хопа, которая очень скоро появится на нашем канале. Итак, с вас комментарии и лайки, с нас годный контент. Я думаю, это честный обмен. Скоро увидимся. Трунь!